Киты не такие многочисленные, как можно подумать, поэтому не так просто даже наткнуться на какого-нибудь кита. Еще сложнее увидеть рекордно боле... Героям этого выпуска это удалось сделать, и сейчас вы увидите, как это было. Начнем с этого фото, на котором, как сказал автор снимка, изображен кит. Кажется, что на самом деле люди наблюдают, как в воду падает часть утеса, но автор утверждает, что это именно кит. Правда, непонятно, что в таком случае не так с его цветом, однако в существовании китов подобных размеров сомневаться не приходится. Как-никак, в 2012 году людям удалось снять вот этого кита. Он, возможно, даже еще крупнее того гиганта у утеса. В сентябре того года туристам посчастливилось увидеть и заснять на камеру кита, который заплыл в прибрежные воды Австралии. Измерить великана на месте не удалось, но предположительно он был не меньше 30 метров в длину, а его масса, по словам ученых, превышала 200 тонн. Ни до, ни после еще никому не удавалось снять на камеру настолько крупных китов, поэтому та особь стала рекордной и уникальной во всех смыслах. Да и вообще, в тот день все звезды словно специально сошлись для туристов и местных жителей, ведь синие киты, да еще и такого размера, не так часто заплывают туда, где был найден великан. А в этом году людям удалось заснять хоть и не такую крупную, но не менее интересную особь. У побережья Валенсии в Испании они наткнулись на этого кита. Вы спросите, что с ним не так? И действительно, плывет он как-то странно, словно не хочет двигать задним плавником или что-то вроде того. Но на самом деле люди засняли редкого и очень большого кита со сколиозом. Да-да, искривление позвоночника встречается не только у людей. Это был финвал, а его длина составляла около 17 метров. Поначалу люди даже не поняли, что не так с китом. Они подумали, что он запутался в рыболовной сети и потерялся в пространстве. Вот и стал так искривляться, чтобы выбраться. Но ученые им все быстро разъяснили. Благо финвал в итоге смог отплыть от береговой линии, но удалось ему это непросто. Биологи считают, что киты со сколиозом испытывают сильную боль и не способны нормально двигать хвостом. Несмотря на это, финвал-сколиозник смог преодолеть тысячи километров ради миграции. А что касается сколиоза, то травму гигант мог получить, столкнувшись с каким-нибудь крупным судном. Такое уже встречалось среди других китов, например, горбатых. Подводная встреча. Как правило, люди встречают и снимают крупных китов где-то на поверхности воды или возле нее, либо же недалеко от берега. Но что насчет такого? Этим дайверам посчастливилось наткнуться на очень большого кита прямо под водой. Гигант спокойно плавал, красовался на камеру, а затем, видимо, позвал своего друга. В кадре видно двух китов. Огромные и величественные создания и не думали нападать на дайверов или мешать их погружению. Ведь киты, как известно, добрые животные. А еще, вопреки всем байкам, киты не могут проглотить человека. У них очень узкое горло. Тем не менее, кит может случайно захлебнуть человека в свою пасть вместе с водой во время поедания криля. Поэтому лучше не подплывать близко к киту, который ест. Киты – главные гиганты подводного мира. Но в океанах, морях и реках можно увидеть и других огромных существ. Почему бы не взглянуть и на них? Смотрите дальше, чтобы увидеть реального морского змея, жутких кальмаров, после которых вы не сможете уснуть, медузу размером с человека и не только. Сельдяной король. Не каждую рыбу прозовут королем. Но в случае с сельдяным королем все заслужено. В настоящий момент это самая длинная костная рыба в мире. Ее средняя длина составляет 3 метра, но счастливчики находили сельдяных королей длиной 10 и даже 11 метров. Недаром считается, что именно эти рыбы стали прототипами мифических морских змеев. Обычно эти создания плавают на большой глубине, так что встретить их и заснять на камеру не так просто. Но в этом случае сразу два сельдяных короля поднялись к поверхности, чтобы покрасоваться перед людьми. Это был момент один на миллион. Такое случается очень редко. Даже не знаю, кому повезло больше. Им или этим дайверам. Они встретили сельдяного короля прямо в море у берегов Тайваня. Им попался один из самых больших сельдяных королей, которых люди когда-либо видели. К тому же этот гигант оказался очень живучим. На его теле виднеются отверстия. Ученые считают, что это результат работы акулы-резака, которая известна тем, что выковыривает из крупной рыбы цельные куски мяса. И хотя сам факт встречи с сельдяным королем можно назвать удачным, жителей Тайваня это не обрадовало. Они считают появление этой рыбы плохим предзнаменованием. По их мнению, это может быть признаком скорого землетрясения. Одно дело наткнуться на пусть и длинную, но все же рыбу. Но что это такое? Видео старое и плохого качества, но мы все равно можем разглядеть это нечто. Его сложно даже описать. Оно обитает на огромной глубине, у него есть что-то вроде очень длинных щупалец лесок, а голова имеет странную форму. Или вот еще, это уже более свежий случай, который произошел в этом году. Ученые наткнулись на это же самое создание в Мексиканском заливе. Выглядит оно очень жутко. Что это? Неизвестный вид или вовсе какой-нибудь инопланетянин? Ни то, ни другое. На самом деле это магнопинна. И как ни странно, это не медуза, как можно подумать, а кальмар. Эти моллюски обитают на огромной глубине и поражают своими размерами. Длина их тела с учетом щупалец, которые правильнее называть руками, достигает 12 метров. С помощью этих жутких и тонких рук кальмар ловит донную добычу. Магнопинна – хоть и самый необычный, но не единственный глубоководный кальмар. Есть еще и гигантские кальмары. Если сельдиные короли, которых я вам показал, считаются прототипами морских змеев, то эти моллюски – прототипы кракенов. Ну или их родственники, если кракены все же реальны. Это видео интересно не только тем, что здесь засняли очень крупного гигантского кальмара, да еще и с такой близкой дистанции, но и тем, что обычно эти животные не поднимаются к поверхности, а предпочитают жить на глубине от нескольких сотен метров и глубже. А вот на этом видео гигантский кальмар уже в привычном месте обитания. Это, к слову, одно из первых видео, на котором изображен гигантский кальмар. Из-за того, что эти великаны живут глубоко и редко радуют людей своими визитами на поверхность, ученые знают о них не так много, как хотелось бы. Да о чем вообще говорить, если всего лет 150 назад никто и поверить не мог, что такие животные реально существуют. Медуза. Но если бы я жил в конце 19 века, то лично мне было бы сложнее поверить не в гигантского кальмара, а в медузу размером с человека. Смотрите сами, дайверы наткнулись на такую несколько лет назад. Даже в таком состоянии медуза огромная, но если бы она распрямила щупальца, то могла бы стать больше дайвера примерно в 10 раз. Вот, кстати, еще одна встреча с такой гигантской медузой. Не знаю, как вы, а я бы не стал подплывать к такой в океане, будь я даже дайвером. Но на самом деле эта медуза не так опасна, как можно подумать. Она способна ужалить, но это не смертельно. Максимум появится сыпь или может начаться аллергия. К тому же саму медузу зовут волосистая цианея, и в плане длины она входит в топ существ на планете. Длина цианеи вместе с щупальцами может достигать 36,5 метров. Сом Сомы – одни из главных гигантов рек и океанов. Но мне кажется, не так много людей осознают, насколько эти животные большие на самом деле. Зацените, на какого сома наткнулся дайвер. Издалека он больше походил на какой-то огромный камень под рифом. В мутной воде было бы непросто разглядеть в ней сома, но это не так страшно. Сомы хоть и хищники, но на людей нападают очень редко. А тут мы видим уже выловленного сома. Итальянец поймал одного из крупнейших сомов в реке По на севере страны. Как вам улов? Как по мне, неплохой. Но куда необычнее и интереснее улов этих рыбаков. Им удалось поймать не просто огромного сома, а сома альбиноса. Белый сом – редкость и очень важный трофей для рыбаков. Но эти ребята не стали забирать рыбу себе. После небольшой фотосессии они вернули сома в его родную среду обитания. Скат Смотрите, какого гигантского ската удалось заснять людям. Он просто невероятно большой. Местами кажется, что это скорее какой-то небольшой подводный самолет, а не живое создание. Но скаты способны удивлять. Особенно манты. Именно манту засняли эти люди. Манты – самые большие скаты планеты, ширина которых может достигать 9 метров. Вполне вероятно, что люди засняли самого большого ската, который живет в мире прямо сейчас. Несмотря на впечатляющий размер, манты не опасны для человека. Мы их никогда не интересуем в качестве добычи. Чего не скажешь о главных зубастиках океана – акулах. Любая акула способна напугать, и уж тем более такая огромная, которую засняли дайверы, погрузившиеся в океан в клетке. Большая белая акула ударила клетку дайверов, уплыла, а затем развернулась, и мы видим, что клетка-то не закрытая. А значит, гигантской акуле ничего не стоит слопать дайверов. Но они не боятся. На самом деле, это известная акула, которую зовут Дип Блю. Это самая крупная белая акула, которую когда-либо удавалось заснять на камеру. Но, несмотря на это, она не агрессивная. С Дип Блю часто плавают разные дайверы. И хотя все они в любом случае рискуют, акула-рекордсмен пока не давала поводов усомниться в своей уравновешенности, а также спокойном и добром характере. Ну а сейчас вернемся к китам и их главным врагам – косаткам. Далее я расскажу, почему косатки в несколько раз опаснее китов. Для начала немного информации. Косатка – это вид китообразных из семейства дельфиновых и единственный представитель своего рода. Также это самый крупный представитель семейства и единственный среди современных китообразных настоящий хищник. Кстати, не путайте косатку с косаткой. Косатка – это птица. Косатка – настоящий морской гигант. В длину эти монстры вырастают до 10 метров и весят до 8 тонн. Таким образом, они сопоставимы по размеру с самыми большими акулами и даже с некоторыми китами. Обитают косатки повсеместно и встречаются как в открытых водах, так и возле берега. Поэтому встретить косатку в океане не так сложно. Косатки – очень умные создания. Мозг косатки является одним из крупнейших среди всех млекопитающих в мире. По последним научным данным, косатки не только имеют словарный запас до 14 тысяч звуковых сигналов, которые позволяют им общаться между собой, но и передают социальный навык в группе от поколения к поколению. Более того, каждая группа косаток обладает собственным вокальным диалектом, а сами косатки живут и охотятся в группах, подобно львиным прайдам. Социальная структура в такой группе очень сложная и развитая и представляет собой настоящую семью, где старшие учат охотиться младших. К слову, прожорливые создания. Есть им нужно очень много и очень часто – от 50 до 150 килограммов еды в день. Именно поэтому косатки постоянно патрулируют воды в поисках пищи. Им не важно, на кого нападать, ведь они являются сверххищниками, не имеющими естественных врагов. Нападают косатки даже на китов разных видов – от колоссальных синих и серых китов до опасных кашалотов и горбатых китов. Неудивительно, что косаток иначе именуют китами-убийцами, ведь они могут разделать огромного кита без особых усилий. Но на самом деле косатки нападают на китов не очень часто, все-таки те очень большие и охотиться на них нецелесообразно. Тем не менее, история знает несколько случаев нападений. На синих китов косатки нападали как минимум три раза. Впервые это задокументировали в 2019 году, когда 14 косаток напали на взрослого синего кита, откусили кусок туши, а потом начали есть его язык. После того, как туша кита пошла под воду, к атаке присоединилось еще 50 косаток. Они доедали останки, которые плавали на поверхности воды. Второе задокументированное нападение произошло через пару недель. Жертву длиной от 10 до 12 метров атаковали 25 косаток. В этот раз они вновь повторили свой ритуал. Взрослая самка заплыла в пасть кита и откусила его язык. За три с половиной часа поедания кита к стае присоединилось еще 25 особей. Наконец, третьего кита косатки ликвидировали в прошлом году. После долгого преследования 12 косаток напали на детеныша синего кита, а дальше все по старой схеме. Удары, откусанный язык и совместная трапеза. Подобным образом косатки охотятся на горбатых и серых китов. Они изнуряют жертв, охотясь на них огромными стаями, а потом нападают, кусают и в течение нескольких часов съедают животных. Хоть как-то противостоять косаткам может кошалот. Как-никак, этот кит зубастый и является хищником. Несмотря на то, что косатки – это единственные враги в природе, иногда кошалот сам может атаковать китов-убийц, но обычно это делают сами косатки. Своей целью они выбирают детенышей кошалотов, с которыми жестоко расправляются. Но не всегда это бывает просто. Если детеныш плывет с группой кошалотов, то взрослые его защитят. Увидев стаю кровожадных косаток, кошалоты создают живой барьер, окружая детеныша. С несколькими кошалотами одновременно косаткам не справиться, а до детеныша не добраться, поэтому они обычно просто уплывают на поиски более подходящей добычи. Такой добычей может стать акула. Да, косатки – это одни из немногих существ, которые осмеливаются вступать в бой с грозными акулами ради пропитания. Тактика схожа с охотой на китов – косатки выслеживают акулу стаей, а затем вступают в бой. Косатки могут сразиться с одной акулой, а иногда сразу с целой группой хищников. В редких случаях одна косатка может противостоять сразу нескольким хищным акулам, что выглядит очень эпично. Кстати, охота косаток на акул недавно вскрыла один интересный факт. Киты-убийцы еще умнее, чем мы думали. Так, два самца косаток, поселившиеся около города Хансбай в ЮАР, научились охотиться на белых акул и выедать у них печень, богатую энергией. Подобное уже происходило ранее, когда ученые находили жертв косаток – различных крупных рыб. У многих из них отсутствовала печень, а также другие органы, богатые разными питательными веществами и элементами. Такую изобретательность в диете встретишь далеко не у каждого хищника. К слову, акулам из Хансбая даже пришлось переселиться в другие воды, чтобы киты-убийцы не выгрызли печень еще кому-нибудь. Акулы и киты – это, конечно, мощно, но все-таки косатки охотятся на них не так часто. Куда чаще их добычей становится рыба, но самое излюбленное лакомство косаток – это тюлени. Несмотря на то, что тюлени тоже хищники, против косаток они практически ничего не могут сделать. Охота на тюленей может быть разной. Косатки могут напасть на тюленя в воде, когда ластоногий сам занимается охотой и ищет рыбу. В таком случае справиться с тюленем может даже одна косатка. Но тюлени не всегда проводят время в воде. Часто они отдыхают на льдинах, о чем прекрасно знают киты-убийцы. Охота на тюленей на льдинах – самая распространенная. В этом случае косатки сбиваются в группу и начинают атаку. Выследив тюленя, они осторожно подплывают к льдине, после чего начинают разламывать ее снизу. Вместе с этим косатки создают волны, которые раскачивают льдину. С этого момента тюлень думает лишь о выживании. Спрыгивать в воду бессмысленно, его тут же слопают. Поэтому ему приходится удерживаться на плаву и срочно переползать на еще не разломанные льдины. Иногда тюлени спасаются, но обычно косатки выматывают их, ластоногие падают в воду и становятся обедом. Как будто этого недостаточно, так перед трапезой косатки могут еще поиграть с тюленями, а точнее поиздеваться над ними. Киты-убийцы берут тюленя и швыряют его в воздух с поверхности. Подчас ластоногие взлетают метров на десять. Все еще помните, как я говорил, что косаток можно встретить у берега. Так вот, у берега, это прям буквально у берега. Иногда косатки выслеживают тюленей, отдыхающих у кромки воды, и стремительно налетают на них, практически полностью выбираясь из воды. В этом случае охотится уже одна особь, а не стая китов-убийц. Перед трапезой на берегу косатка тоже может поиздеваться над жертвой. Например, избить тюленя о песок на глазах у его шокированных сородичей или потрепав на мелководье. Неудивительно, что тюлени очень сильно боятся косаток и моментально сваливают от китов-убийц, завидев их издалека. Иногда тюлени даже прыгают в лодки к людям, лишь бы не стать добычей кровожадных и жестоких китов-убийц. Раз я заговорил про берег, то давайте задержимся на этой теме еще немного. На берегу добычей косаток могут стать не только тюлени, но и птицы. Некоторых косатки способны поймать, когда те низко летят над водой, а некоторых слопать прямо с берега. Правда, в дикой природе такое встречается очень редко. Куда чаще эту картину можно увидеть в океанариумах, где косатки охотятся на птиц, сидящих на бортике. Но это еще не все. Оказывается, косатки едят даже лосей. Но это скорее исключение из правил. История знает несколько единичных случаев, когда в желудках косаток находили реальные останки лосей. Предположительно, косатки охотились на лосей так же, как и на тюленей у самого берега. Но есть и другая версия. Лоси способны нырять на глубину до 4-5 метров и задерживать дыхание на полминуты. Этим могут воспользоваться некоторые косатки, атакуя рогатых созданий прямо под водой. А вообще, в попытках напасть на какое-либо существо, находящееся на берегу, косатки иногда переусердствуют. Известны случаи, когда киты-убийцы так увлекались, что их выбрасывало на мель или даже на прибрежные скалы. После такого вернуться самостоятельно невозможно. Косатки могут надеяться лишь на помощь людей. К счастью, неравнодушные люди часто помогают гигантам, поливают их водой до прибытия спасателей, а потом перетаскивают в воду. А что, кстати, насчет человека? Мы выяснили, что косатки способны справиться с китами и акулами, издевательски разделать тюленя под орех и даже сделать лося своей добычей. Получается, у человека нет никаких шансов против косатки, верно? Удивительно, но это не так. При всем своем статусе сверххищника, огромных размеров, интеллекте и агрессии, косатки безобидны для человека в дикой природе. До сих пор не было задокументировано ни одного случая нападения косатки на человека в океане, не говоря уже о летальных исходах. Косатка не боится человека, но в то же время как еда, человек ей не интересен. Более того, можно сказать, что косатки даже дружелюбны по отношению к человеку. Они позволяют людям плавать рядом с ними, а иногда сами присоединяются к заплыву и играют с людьми в океане. Но не все так однозначно. В дикой природе на человека косатка не нападет, но на судно с человеком запросто. Например, в прошлом году стая из 30 косаток атаковала британскую яхту в Гибралтарском проливе. Они врезались в корпус и откусили часть штурвала. Подобное происходило ранее и позднее. Например, в июне этого года косатки напали на яхту у берегов Португалии, сломали штурвал, нанесли большой ущерб судну и перепугали моряка. Но это еще не все. На самом деле косатки могут напасть и на самого человека, и даже прикончить его, но происходит это лишь в неволе. Считается, что в неволе эти киты сходят с ума, свирепеют от недостатка еды и пространства, и поэтому начинают видеть угрозу в людях. Они могут укусить человека, могут попытаться измотать его, словно тюленя, могут утопить или просто покалечить. Обычно такое происходило с дрессировщиками и работниками океанариумов. В общем, косатки, хоть и удивительные создания, но вести себя с ними нужно очень осторожно. Не забывайте, что их называют убийцами. А на этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть косатку вживую. И спасибо вам большое за просмотр.